Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Сейчас мы находимся на базе футбольной академии «Скра» в Хабаровске, где сегодня пройдет грандиозное событие «Пана-турнир» с общим призовым фондом в 400 тысяч рублей. Победитель получает 150 тысяч, второе место 100 тысяч, ну и третье 50. Для тех, кто не в курсе, что же такое «Пана» – это игра один на один, где главной целью является пробросить мяч между ног сопернику. Выиграть можно по голам, ну либо пробросить «Пану». Совсем скоро здесь будет огромное количество ребят. В этих «Пана-кредках» начнутся дуэли, где ребята будут сражаться за то, чтобы выйти в финальную часть. Вызвели трибуны, в центре поставили вот такой вот октагон. Выглядит это реально очень круто и масштабно. И я сыграю с победителем турнира. Посмотрим, насколько мой любительский уровень отличается от профессионала. «Пану-пану-пану-пану» Ты сегодня как организатор или как участник? Организатор, который также показывает мастер-класс, как нужно играть и так далее. Андрей Валевич, как оно? Все супер? Все топ. Добрый. Сейчас ждем, сейчас будете, как вы будете творить. Сейчас прям? Конечно. Нет, сейчас на сцене сначала. Надо пару раз попробовать хотя бы попасть. Дайте место Андрею Валерьевичу. Да! Есть! Полгода по мячу не бил. Вот первый раз сейчас подошел. Надо постоянно работать. Мы же с вами работали когда? Оно в мастерство не пропадает. Давайте вам удачи. Этот «Пану-турнир» был организован в футбольной академии «Искра» города Хабарск. И сегодня с нами ее директор Алексей. Сходу первый вопрос. Почему «Пану-турнир»? В 2018 году на чемпионате мира я был в Москве. Возле одного из отделений магазина «Адидас». Они выставляли свою клетку как спонсоры турнира. И мне удивило, насколько это привлекает людей, зрителей. То есть это выглядит зрелищно, интересно. Задача была одна, чтобы дети могли проводить больше времени на «Искре». И самое главное, чтобы они получили возможность больше касаться мяча, участвовать в дриблинге, то есть обыгрывать, чтобы совершенствовать свои навыки. А это важно в современном футболе, как мне кажется. Посмотрели, что вроде такого в России не проводится на регулярной основе. Решили сделать, и вот мы здесь. Расскажите немного про свою академию. Все, что мы здесь имеем, это построено примерно за 2-2,5 года суммарно. Мы частный проект, полностью существующий за деньги частного инвестора, предпринимателя. Он дальневосточник. Он решил вкладывать в футбол, в детский футбол. Потому что мы считаем, что нужно построить сначала фундамент, и потом расти ввысь. Но наша глобальная цель – это подготовка профессиональных игроков. Уровня ФНЛ, РПЛ, возможно, европейских, азиатских лиг. Вдохновляюсь примером Галицкого с его Краснодаром. Я считаю, что это тот образец для подражания, который должен показывать другим людям, у которых есть финансы, о том, что это интересно, это прикольно. Давайте развивать. Пойдем покажу наше главное здание. Трофеи хранятся. Здесь раздевалки для детей. Зона нашей гордости пока что локальная и региональная в основном. Ну и футболки топ-футболистов. Игроки испанской Ла-лиги, да, это сезон, по-моему, 17-18. Месси и Роналду. Все, здесь больше ничего не нужно уже по факту. Можно любых футболистов вешать. Самый главный зал. Это наше сильное на Дальнем Востоке конкурентное преимущество перед многими другими школами и академиями. Ну да, здесь же надо отметить, в Хабаровске вообще зимой холодно, тут до минус 40. А сколько вот не секрет стоит вот так вот с нуля построить, вот сейчас захотеть манеж? Это, если память не изменяет, в районе 120-130 обошелся. Мы стараемся для наших детей сделать наиболее комфортные условия, чтобы они могли здесь остаться, провести свободное время, чтобы это стало им вторым домом. Самое сердце академии. Здесь тренерский штаб работает, отдыхает, столовая тренерская. Отсюда отличный вид открывается на воспитанников. Здесь мы смотрим товарищеские матчи и турниры, которые здесь проходят и так далее. Сейчас начинается групповой этап. Я в него заявился. Попробую пройти, как можно дальше. Кто его знает, может, получится дойти до финальной части. Посмотрим. Чё будет? Чистенькая. Ой, близко. Повезу, повезу. Как человека, который старой школы сейчас, пана, считается именно в большом футболе, когда между ног прокидывают, даже чем-то унизительно. Как в ваше время было? Я хочу сказать, что и тогда это тоже было унизительно. В играх, да, было и между, и нам иногда проходило. Но я к этому спокойно относился. То есть это для меня не было унижением. Мы просто чемпионами становились. Ну да, да. Может ли игра в пану помочь в реальном футболе? Сейчас все умеют играть в пас, а не техничные. Вот это как раз один из вариантов повышения своей определенной техники, которая может пригодиться в игре. Я сейчас подряд три матча сыграл, все три паны. На голову вообще не играл. Это пана футбол, ребята. Четверо участников, три матча. Первые два выходят, я так понимаю, из группы и дальше проходят. Время. 1-0. 1-1. Браво! Браво! Время. 2-2. 2-2. Хорош. 2-2. 4. 3. 2. Что, Слав, вообще произошло-то? Ты не следил за временем? У нас был второй групповой этап, нужно было выиграть как минимум две игры. Я их выиграл и одну Малому проиграл по голам. Малому что-то раз-раз забивает, 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 забивает. Я уже понимаю, что прокинуть, по-моему, не успеваю, и отыграться тоже я не успел. В итоге по голам проиграл, и оказалось, что из-за этой игры я не вышел в финальную часть. Так бы я сейчас 116 пришел. Слав. Обидно, но ничего. Возможно, я даже хуже сделал этого Малому, знаешь. Он там выйдет, жестко будет ему. Меи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и! Мирис, что ты надела? Сейчас уже садилось совсем скоро начнутся. Одни-16 бахла. Очень много народу собралось на трибуну. Посмотрим, кто же придет в финал. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Делаем? Все, погнали! Хочу тебя немножко так слегка замотивировать Прокинешь Нипану, домой сегодня на Майбахе уезжаешь Айф! Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Слава тоже что-то умеет, что-то может Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Если вот ты получил мяч, еще не сделал касание, прокинешь пану, то это как бы не считается паной Я кидаю раз, а вот здесь он остался Да, но он у меня два раза об ноги отскочил и потом только-то я еще доделал Короче, в комментариях напишите, панует или нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У-уху-уху! Хорошо было! Там в лифте застряла Как он кидает, мне очень нравится Тонко, очень тонко всегда кидают 1-1 поймал поймал но все равно техника защиты есть даже при таких ситуациях момент открывается очень быстро делает я надо на шаг вперед надо же пану прокидывается ой-ой-ой там и гол и пана могла быть пошли быстрые ножки славы 2-1 вторая партия не глядя почти сумму 1-1 и чуть-чуть чуть-чуть техники прошел она очень хитрая была личная разработка знаете уже все все общие трюки знает вот приходится прибегать к личным вот такая вот здесь реально почувствовал уровень чемпиона россии папа не очень тонкую за сумму не открывался я максимально сразу закрыться в моменте чуть-чуть концентрации потерял я даже не понял как залетела как тебе уровень славы вообще техника есть пояска но видно не хватает такого опыта соревновательного чтобы какие-то более более соревновательные движения как выходить на голы и даже покидывать не как в соревнованиях там все равно специфика другая по сравнению с тем как вот в таких играх так неплохо конечно умеет магио заказан сейчас майбах домой как настоящий чемпион ну как серёг с кайфом здесь конечно с кайфом место больше чем в общаге у меня ну все давай спасибо большое всем удачи и пока ребят я уже почти год веду телеграм-канал из живого футбола там публикую самые главные и самые яркие футбольные новости различные эксклюзивы инсайды в общем обязательно подписывайтесь точно не пожалеете ссылку оставил в закрепленном комментарии но на сегодня все увидимся в следующем ролике